Добрый вечер! Вы смотрите итоговый выпуск программы Телемикс Новости в студии Ольга Муравьёва. Сегодня в эфире. Новая квартира и спецтехника. Траты местной казны обсудили на комиссии по бюджету. Финал всё ближе. Реконструкция пятой котельной на завершающем этапе. Особые гости. Замг генерального прокурора России посетил территории, которые пострадали от плавотка. Встречаем бабье лето. Новая неделя принесла потепление. Бесплатная йога. Интересное занятие провели активисты в новом сквере. Кросснации. Уссурийские два километра пробежали жители города. Ещё три квартиры купят для детей-сирот до конца года. Также обновится парк спецтехники для устранения аварий на объектах водоснабжения. А в Ледовой арене сформируют группу для занятий кёрлинга. Эти и другие вопросы депутаты обсудили на Думской комиссии по бюджету, налогам и финансам. 11 миллионов рублей дополнительно выделят из бюджета округа на покупку жилья для детей-сирот. На эти средства планируется приобрести три квартиры. В этом году 14 участников муниципальной программы уже отметили новоселье. Средства выделяются из казны разного уровня. В целом же годовой бюджет Уссурийска по плану составит более 10 миллиардов рублей. За первые полугодия 2022 года бюджет Уссурийского городского округа по доходам исполнен годовым планом на 30, практически на 30,5 процентов. Индексацию зарплат работников бюджетной сферы проведут с 1 октября. На это планируют направить 72 миллиона рублей. На 4 процента оклад увеличится у специалистов дошкольного образования, объектов культуры, физкультуры и спорта. Это основа воспитания наших детей. Также хочу отнести культуру. Единственное, что с здравоохранением мы не можем повлиять. 4 процента, считаю, для педагогов, для младших воспитателей это очень-очень мало. Я предлагаю повысить минимум до 8 процентов. Средства из местного бюджета также направят на расчистку ливневых стоков и ремонт системы водоотведения на Слободе. Для этой цели обновят парк спецтехники. На сэкономленные деньги на базе спортивной школы откроют новое отделение для занятий легкой атлетикой, а в ледовой арене сформируют дополнительную группу по керлингу. Евгений Михайлов, Роман Адонин, Телемикс. Реконструкция пятой котельной подходит к завершению. В новом отопительном сезоне работать объект будет на голубом топливе. Подробности в следующем материале. Отопительный сезон в этом году начнется с запуска модернизированной котельной номер 5, которая подает тепло почти 80 процентов домов у Суриска. Теперь воду в батареях будут греть с помощью голубого топлива. На объекте побывали общественные наблюдатели. Газ, во-первых, экологичнее, вид топлива экологичнее. Во-вторых, меньше затрат на его приготовление, то есть не нужны и транспортировка не нужна при готовлении топлива. Удаление золы, шлака не требуется. Котельная оснащена лазерными датчиками и анализаторами, которые в случае утечки голубого топлива или возникновения опасных концентраций газа в помещении приостановят поток. Сразу же сработает сигнализация. Резервное топливо будет уголь. То есть котлы, которые раньше работали на угле, они остаются. Мы их отремонтировали. В случае непоставки газа по каким-то причинам мы сможем запустить угольные котлы и будем работать на них. Общественных наблюдателей заинтересовало повыситься или понизиться тарифы на отопление после перехода на газ. Пока планируется, что цена остается на прежнем уровне. Хотя стоимость устанавливает не муниципалитет, а край. С точки зрения эффективного производства, да, качества, конечно, газ лучше. Надеемся, что цена на услугу уменьшится, потому что газ у нас в природном дешевле. Ну, надеемся, что потребитель будет получать услугу качественную и недорогую. Конечно, я за газ. Сейчас все основные работы выполнены. Осталось установить двери, уложить плитку и сделать дренаж. Напомним, в округе на газовом топливе работают уже 8 котельных, включая пятую. Еще одну возводят в районе улицы Раковской. И аналогичный объект будет построен в Воздвиженке. Кристина Бабчук, Алексей Максимов, Телемикс. Заместитель генерального прокурора России посетил Приморье Дмитрий Демешин. Вместе с губернатором края побывали в населенных пунктах, которые больше всего пострадали от наводнения. Подробности расскажем прямо сейчас. В селах Кишиневки и Свободном Лазовского округа высокопоставленные лица. Заместитель генерального прокурора России и губернатор края приехали осмотреть территории, которые сильнее всех пострадали от паводка после сентябрьского тайфуна Хинамнор. Вот получается, вот так глава тоже, обращайте внимание людей, они живут в опасных условиях. То есть тут тоже вопросы муниципального конкурса. Обязательно вести разъяснительную работу среди населения. На этом акцентировал внимание сотрудников МЧС и главы Лазовского округа, заместитель генерального прокурора. Дмитрий Демешин также провел встречу с населением, где местные жители смогли задать свои вопросы. Например, про отсутствие автомобильного сообщения с преображением. Дорога действительно сложная. Мы проехали, сегодня увидели. Не раз решение, но работают. Напомним, в Приморье в результате июльского наводнения и сентябрьского тайфуна Хинамнор Введен режим ЧС федерального уровня. В крае продолжается ликвидация последствий непогоды и подсчет ущерба населению. Виктория Калинина, Телемикс. Неделя безопасности на дорогах Уссуриска. Наш город присоединился ко всероссийской акции. Стражи порядка ежедневно проверяют соблюдение правил дорожного движения во всех микрорайонах города и в сельских направлениях. Главная цель сократить количество аварий. Всероссийская неделя безопасности и Уссуриска один из городов-участников. На дорогах усиления. Экипажи полиции контролируют соблюдение правил. Поводом для остановки может стать любое несоответствие. Тонировка, отсутствие номеров, игнорирование ремня безопасности. Статистика аварий растет по всей стране. В последнюю неделю сентября 2022 года проводится Всероссийская неделя безопасности, в рамках которой проводятся различные мероприятия. Одно из которых это контроль за дорожным движением с целью обеспечения безопасности дорожного движения. Уменьшение аварийности, количества ДТП, а также тяжести последствий в результате данного ДТП. Особое внимание уделяют детскому травматизму. В один из дней прошлой недели сразу пятеро пострадавших несовершеннолетних. Часть сбили на пешеходных переходах. В одном случае мальчишки выбежали на дорогу. Не обошлось и без маленьких пассажиров. Автолюбители продолжают игнорировать детские удерживающие устройства и ремни безопасности. На сегодняшний день на территории Уссурийского городского округа зарегистрировано 24 дорожно-транспортных происшествия. И 31 ребенок получил травму различной степени тяжести. Из них 11 ДТП с участием именно детей-пассажиров, в котором травмировано 18 детей. За неправильную перевозку детей штраф 3000 рублей. А за невнимательную езду, когда под колесами оказываются пешеходы, наказание гораздо суровее. В зависимости от степени тяжести травм. Инспекторы напоминают о внимательности и взаимном уважении на дорогах. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс. Сходил за продуктами, а вернулся с телевизором или роботом-пылесосом. Так радовали своих посетителей представители торгового дома «Воздвиженские ряды». На официальном открытии прошла дегустация продукции местных производителей. Концертная программа и беспроигрышная лотерея для покупателей. «Воздвиженские ряды» официально открыли свои двери. Магазин расположился на оживленном участке федеральной трассы. Рядом с одноименным селом. До этого здесь работала небольшая торговая точка. Начиналось все с маленького павильона, который перешел в большой торговый центр. Стоим мы на федеральной трассе. Люди с каждым днем все больше и больше приезжают к нам. 750 квадратных метров вместили в себя торговые точки нескольких продуктовых производителей. 150 из них отведено под собственное производство ремесленного зернового хлеба. По соседству расположились фирменные точки молочной и сырной продукции. Продукция очень хорошая. Мне нравится, когда мимо проезжаем, всегда заезжаем, берем. Отдельную зону занимает мясная продукция от местного производителя, вокруг которой развернулась бакалея и фруктово-овощные прилавки. В этом месте можно купить полный продуктовый набор домой или запастись товарами в дорогу. Да, он давно нужен был. Не хватает такого магазина, не хватало в этом районе. Такого замечательного, светлого, красивого, просторного. Прям шикарный магазин. Под занавес официального открытия воздвиженских рядов прошел розыгрыш ценных товаров. Те, кто совершил покупку на 1000 рублей, сыграли в лотерею. На кону были телевизоры, СВЧ-печи, наушники и роботы-пылесосы. Торговый центр ежедневно ждет посетителей с 8 до 20 часов. Наталья Зайцева, Алексей Максимов, Телемикс. Впереди вас ждет короткая реклама. Не переключайтесь. Далее в эфире. Встречаем бабье лето. Новая неделя принесла потепление. Бесплатная йога. Интересное занятие провели активисты в новом сквере. Кросснации. По-суристски 2 километра пробежали жители города. Александровские высоты – это сочетание комфорта и современности. Первый из трех домов уже введен в эксплуатацию. Сдача второго дома в 2022 году. Успейте купить квартиру по выгодной цене. Подходит под дальневосточную ипотеку. Улица Выгодная, 12, офис 1. Телефон 33 75 75. Реми 14 лет. По 9 октября совершайте в торговой сети Реми единовременную покупку от 3000 рублей, включая товары партнеров. И участвуйте в еженедельных розыгрышах. Подробности на remipromo.ru. Празднуем вместе. Агентство недвижимости «Митражи». Мы стираем границы, объединяя города. Фикс прайс. Крем-гель для душа «ДАВ» – 155 рублей. Маска для волос – 155 рублей. Бомбочка для ванны с игрушкой – 105 рублей. Фикс прайс на все – низкая цена. Ленинградская – 21, Калинина – 52 и Чичирина – 105. Ведется строительство жилого дома по адресу Кушнира, 49. По вопросу бронирования квартир обращаться по телефону 333-647. Йокосан премиум. Подгузники и трусики с повышенным уровнем комфорта. Японский суперабсорбент быстро впитывает влагу, оставляя кожу малыша сухой до 12 часов. Йокосан. Японское качество по доступной цене. В «Маяке» найдется все – от продуктов питания до детских игрушек. Семена и саженцы, бытовая химия, корма для животных. Проще приехать и посмотреть. Тем более, что здесь просторная и очень удобная парковка. Мы ждем вас. Гипермаркет низких цен «Маяк». Улица Беляева, 30А. Натуральные и синтетические. Шерстяные, хлопковые, полипропилен, вискоза, бамбуковый шелк. Из акрила натуральные шкуры. Овальные и прямоугольные. Круглые, нестандартные формы. Ковры и паласы на китайском рынке. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс новости». Продолжаем. Потеплеет на новой неделе в Уссурийске. Столбики термометров поднимутся на пару делений. На небе будет светить солнце. Сообщают краевые синоптики. В понедельник над Приморьем пройдет фронтальный раздел Хабаровского циклона. Но осадков не предвидится. За окном обещают плюс 24 днем и плюс 12 ночью. Во вторник утром гребень антициклона обеспечит малооблачную и спокойную погоду. А днем край окажется в теплом секторе. Ночью температура немного понизится, а потом термометры покажут вчерашнее значение. В среду небо затянут облака. Но осадкам бояться не стоит. В четверг на улице станет еще теплее до плюс 25. Такая погода будет в нашем округе до конца этой недели. А уже на следующие передают осадки и похолодание. Кавайные и няшные косплей-фестиваль провели в Уссурийске. Больше всего участников переоделись в костюмы героев восточных игр и аниме. Но были любители европейской культуры. Событие стало юбилейным пятым по счету. Какие костюмы косплееры подготовили для творческого соревнования смотрите далее. На один день стать героиней китайской игры решила Наталья Полищук из Уссурийска. Наряд заказала в интернете, но некоторые детали сделала сама. Например, парик, головной убор, копье. Ученица 11 класса нашла время, чтобы собрать костюм, выучить номер для самопрезентации и принять участие в аниме-фестивале. Я ложилась спать, в смысле, лишь бы не проспать, потому что мне нужно было в школу, и со школы я сразу сюда побежала. Юн Зинь – это девушка, которая выступает в китайской опере в этой игре. И она мне очень сильно понравилась как характером, так и внешним видом. И мне прям захотелось почувствовать себя в ее роли. Молодежный центр «Горизонт» собрал в Уссурийске почти 160 участников со всего региона. Костюм из игры «Тим Фортресс-2» стал вторым для Георгия Собянина из Владивостока. Любимый персонаж, к тому же коллега. Парень сейчас тоже учится на инженера. Так как опыта в косплее у Георгия немного, на пути к цели пришлось преодолевать трудности. Я просто в этом новичок, поэтому, возможно, если бы это был мой пятый костюм, я бы его сделал гораздо быстрее и проще. То есть, например, с наколенниками, ну, я только со второго раза запер, что нужна грунтовка сначала, чтобы прежде чем наносить краску. Ключ тоже сначала хотел сделать из картона, потом взял пенопласт с пофьемаше. А кто-то пошел дальше и замахнулся на киборгов. Например, этот персонаж из аниме «Ван Пачмен» привлекал взгляды гостей площадки. Я покупал специальный материал, называется «Ева ФОМ». Он с помощью фена строительного изгибается и принимает разные формы. Также у меня есть 3D-принтер, я печатал определенные детали. Потом зачистка, покраска, закупка светодиодов, все это проклеивание, пайка, написание программы на Ардуино. У меня тут есть блок, управляющий всей этой схемой. Но самое интересное происходило на сцене. Ведь мало просто сделать костюм, важно еще грамотно подать наряд. То, насколько хорошо участники смогли вжиться в роль, оценивали опытные косплееры, победители крупных фестивалей. Люди выступают поодиночке, кто-то парно, кто-то большими группами. И они используют разные источники. Они делятся на азиатские, то есть это Япония, Корея, Китай и западные. Но в основном это европейские, американские какие-то источники. К последним относят и русский кинематограф. На уссурийском фестивале замечены смешарики и даже жены богатырей в полном составе. Опытные косплееры привлекли к участию подрастающее поколение. Екатерина Хастьян по такому случаю принарядила дочь. Я вообще в принципе не шью, я учусь. Мне интересно сделать что-то самой. И вот, скажем так, косплеем занимаюсь не потому, что мне даже нравится, а смогу ли я это сделать. Обувь, вот не поверите, с бабушки сняла. Перекрасила. Лапти, кстати, им делала я. Не было сложности. Были сложности придумать саму идею, как сделать лапти. Но в целом образ мне очень понравился. Шился очень легко, задорно, очень интересно. До вечера косплееры выясняли, чей костюм круче. В итоге гран-при фестиваля увез домой участник из Арсеньева. Парень перевоплотился в персонаж из игры Dead Space. Анна Клыга, Алексей Максимов, Телемикс. Бесплатное занятие йогой устроили на Октябрьской 189. По этому адресу в районе ЖД вокзала сейчас располагается сквер, который активно осваивают местные жители. И активисты округа предложили посетителям провести время весело и с пользой. А как это было, смотрите далее. Площадка новая, площадка интересная. И очень хотелось бы, чтобы вы ее берегли, чтобы вам она была в помощь, поиграть, позаниматься, чтобы взрослые на лавочках не сидели, а вместе с попсиками занимались спортом. Так началось занятие коуч-йогой в новом сквере на Октябрьской. Неделю назад эту зону отдыха официально сдали комиссии. И хоть мелкие работы строители все еще делают, жизнь на участке кипит. В один из выходных дней активисты решили провести на площадке занятия для детей и взрослых. Сначала позвали знакомых и уже на месте привлекли посетителей сквера. Такой кампанией и начали, как полагается, с разминки. Потом перешли к позициям йоги. Все простые, с подробным объяснением от тренера. Получилось у всех, даже самых маленьких. Весело, познавательно и абсолютно бесплатно. Сквер удивительный, большой и пространство позволяет нам всем собираться вот с такими пупсиками маленькими на тренировке. Конечно, обидно, что сейчас уже наступает зима, но со следующего года в наших планах проводить здесь еженедельно практику йоги абсолютно для всех. Всероссийскую акцию Кросснации поддержали уссурийцы. Ежегодно в забеге принимают участие жители города родного возраста. В этот раз старт брали еще и на нескольких площадках. Как разделили участников Кросснации и какую дистанцию они преодолели, смотрите далее. Кросснации – самая большая спортивная акция в нашей стране. Впервые такой забег провели в 2004 году. С тех пор среди участников и жителей нашего города. Особенно активная молодежь. Раньше бегуны стартовали от городского парка и пересекали центральные улицы. Но последние пару лет схему движения изменили. Для забегов выбрали локальные площадки. На городском стадионе побегут школьники, на стадионе Минишевченко – СУЗы-ВУЗы, и на парке «Зеленый остров» побегут все спортивные федерации и желающие люди, которые захотят принять участие в данном забеге. В списке участников также суворовцы, активисты округа, работники предприятий. В этом году полторы тысячи уссурийцев присоединились к Всероссийскому кроссу нации. Для всех была одна дистанция – два километра. На сегодня у меня все. Напомню, что наши сюжеты можно найти на сайте телемикс.тв и в социальных сетях. В студии работала Ольга Муравьева. Приятного вам вечера. Субтитры создавал DimaTorzok